Альтернативная путь стерилизации 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 Не докажутся фантиками или бантиками Есть стерилизации Есть стерилизация И не надо признавится Самим doc специальным Или мы конечно Что twitter технологии. Если путем технологии, нам не нужен это. Нам нужны технологии, программы. И нам все равно, кто эти технологии будет с кнопкой нажимать и прокручивать эти презентации. Когда мы с речевым послушаем, по какому пути мы пошли, то мы поймем, что это принципиально. Не надо эти статисты. Это музей одного места. То есть самое главное. То есть это не музей общего, когда что-то собирается, вещи, откуда-то. Нет. Это вот этого места. Правда, в расширенном варианте это просто дружный участок. И более грубо, это вот этого места. То есть через одно место показать историю не только российского пространства, но и, конечно, историю мирового пространства. Мы говорим о ноосфере как о чем-то будущем. Мы забываем, что ноосфера это прошлое. Все человечество, с самого своего рождения. Человек это не только создать орудие труда. Все правильно сказал Маркс, да? Там Энгельс, происхождение семичастной собственности государства. Человек, труд создал человеку. Но, друзья, что такое труд? Что такое рубило? Рубило? Это уже колоссальное мышление. Врубили, вложено все. И врубили, вложен тот же космизм. Человек без картины мира никогда не жив. Я бы сказал, не труд создал человека. И первично это картина мира. Потому что в орудии, в этом каменном рубиле надо было знать и породу камня, и как это все, и для чего это все делалось. И главное, ты же выкладываешь свою душу. Поэтому этот предмет уже живой. Он совершенно другой, нежели то, что сегодня делают наши станки. Так вот, человек не мог жить без модели мира. И вот эта модель мира, это наверху, это космос, это вот все наше пространство, которое мы видим. И эту модель мира он переносит здесь на Землю. Вот он жив в космосе. И вот это сыновье чувство космоса. Мы должны вернуться к этому. Конечно, мы должны вернуться через науку. То есть человек прожил большой кусок логоса, да, науки. И использовать эту науку, но вернуться принципиально к сыновьему чувству. Я не знаю, сыновьему или это неотъемлемая часть своего существования. И вот Аркаим, это и вообще, вот эти укрепленные поселения, погребальные комплексы. Это, конечно, перенос модели, вот космической модели, ее надземный. Человек должен был жить в космосе. И он соорудил себе космос в виде Аркаима, вот в виде этих кругов, квадратов, в зависимости от того, как он мыслил себе эту модель, в виде соли, это, да, первоначально. Ну, в общем, об этом мы тоже... Россия нашла в русской литературе свое самое полное, самое глубокое выражение. Наступление глобализации было воспринято критикой, как конец эпохи литературы центризма. Это стало первой смысловой парадикой. Мне кажется, мы можем наблюдать здесь прекрасный баланс частного и общего. Мне кажется, что вот социальные сети демонстрируют как раз очень красивый расклад в этом отношении, лучший, чем социальные модели общественные. То есть, грубо говоря, в социальных сетях цивилизация более грамотная и более комфортная, чем в реальной реальности, если можно так выразить. Получилось, что виртуальный мир, не виртуальный мир, собственно, игры или там, который ты придумываешь себе сам, а виртуальным миром назовем общение с, в общем-то, реальными людьми, живущими в том же времени или там, в той же планете, где и ты сейчас. Но маршруты выстраивания вот этих коммуникаций оказались более грамотными и более цивилизованными, если можно так сказать. На мой взгляд, как раз вот это преобразование креализованного текста в креализованный дискурс и своеобразное появление устно-письменной речи можно сопоставить в какой-то мере с эволюцией языка в целом. Если мы, допустим, проследим по этапам появления пиктографии, иероглифическое письмо и так далее, то мы увидим с вами, как постепенно происходило преобразование изображения идеи в слово, в уже письменную, буквенную, вот эту вот алфавитную мысль. И точно так же в интернете мы видим, как, опять же, происходит, как раз то, о чем, в общем-то, и частично говорила Марина Викторовна, отталкивание вот этого алфавитного, от буквенного образа мышления, от фрагментарного, опять же, обратно к изображению идеи. Чем интересны горы Полярного Урала? Ну, во-первых, тем, что, как я уже сказал, здесь мало леса, то есть это такие вот безлесные горы, и на Полярном Урале считаются самые красивые озера расположены. Далее на Полярном Урале, вот, среди озер самое глубокое озеро Большое Щучье, потом расположен самый большой ледник на Урале, ледник Иган. Реки очень живописные, особенно, как и парадоксально, они становятся наиболее красивыми, когда уходят из гор. То есть они текут по тундре, но не так, что вот течет река. Они все текут в каньонах достаточно глубоких. Если вы идете по тундре, тундра абсолютно ровная, вы подходите к краю этого каньона, смотрите вниз, там оказывается облюбль, внизу там мечется между скал какая-нибудь обописная речь. Так, вот эта река называется Сибирь-Чат-Аяха, причем если я скажу, что это Нерма-Яха, или я скажу, что это Ум-Та, или Вайдарата, даже путешественники, которые там были, не смогут возвратить, потому что все реки Полярного Урала на выходе из гор выглядят примерно одинаково. То есть если вы уже спустились в эту репу и начинаете сплавляться по ней, то уже не рассчитывайте на то, что вам легко будет обратно в тундру вернуться. Но там, конечно, есть... Памятник Южного Урала находится, расположенный на границе Европы и Азии, на водоразделе рек. Находится в едином культурном пространстве. Уральский центр пещерной живописи, это пещеры Испании, вернее, входил в культурно-информационное пространство Европы, пещеры Испании, Франции. Артаинско-синташтетская цивилизация занимает евразийское теплое пространство. И уральские горы не были преградой, в древности это была единая территория, которую населяли народы, тесно связанные друг с другом. Сначала это собиратели, охотники, рыболовы, затем металлурги эпохи Бронзы. Евразийское пространство было объединено, подключая до Средиземноморья не только силой с гунными и монголами, а прежде всего древними охотниками, собирателями. Наскальные изображения Шульганташи в Пании и Франции это следы движения охотников в Евразии, с запада на восток и с восток и назад. Это было единое культурное пространство. Значит говоря, все разговоры о патриотизме в то, что мы просто не знаем малой родины и, собственно говоря, лучше быть патриотом Турции или, я не знаю, еще кого-то. Но вот получается так, потому что мы свое не показываем. Второе, значит, мы посчитали, у нас в Академии экономики и сервисов, мы посчитали, сколько наши люди готовы платить и реально платят за туризм. Значит, поскольку нет своих внутренних предложений, своих продуктов туристических, вывозится примерно на 10-15 миллиардов рублей только жителями Башкирии. Значит, они удовлетворяют свою потребность в чем-то увидеть, где-то отдохнуть. Вот такой дисбаланс. То есть это деньги, которые люди отложили именно на познавательный какой-то туризм, но не в мере возможности тратить дома. И вот в связи с этим мы разрабатываем уже практические маршруты, которые связывали бы и культурные, и какие-то этнические, и природные памятники воедино. Вот наша экспедиция на собачьих упряжках прошла за одну зиму весь север от Уэлена до Мурманска. А почему это ваша? Если бы экономики ее организовывают. Самое-то наш человек. Совершенно верно, что... И вот там я столкнулся с третьим принципом выживания и самой жизни организации. Оказывается, коренные северные народы это не каменный лес, не примитив. Это восьмитесячелетия культура в уровне кибетской. И они там образ жизни привели в соответствии с резервами территории. Безотропные технологии это считается мифом, а они живут в этом. Письменности у них никогда не было. Без надобности была эта письменность. Вот так они отображали свое видение мира. А вот так они отобразили историю нашей экспедиции. Вот здесь. Чукочки охотник наблюдает. Уезжает за 300 километров к соседу. В гости. Ну там, по делам каким-то. На семерах делают только самые неотложные дела. Только самое-самое необходимое. На другое нет ни ресурса, ни временного, ни чего-то материального. Уезжает. Спрашивает, возишься? А что бояться? Тундра, дом родной. А вдруг что-нибудь случится? Что делать будешь? Не знаю. Как? Не знаешь и едешь. А вот случится, тогда и буду знать. Я думал сначала это русский авось. Оказывается. И потом я понял, что русский авось, это не на период. Человек северного типа свою психику готовит к принятию решения. Он включает салитурорческие способности. И когда случается что-то, к нему вместе с вопросом приходит и ответ. Где у нас третий сословий в веке 18-го? Нету третьего сословия. Есть только русские группы дворян просвещенных, которые нахватались, как говорится, при мудрости западной. И пробуют там что-то сотворить кто? В жертвах всевозможных, а кто даже и в восстаниях, в поминаниях габристов. А народ может отвечать на угнетение только одним. Бунтом. То есть Пушкин их не совсем справедливо обзывает бессмысленную и беспощадную. Смысл-то в них был, но вот на счет беспощадности, то можно согласиться, врагов не жалеет. Посему так вот и расходятся пути западной цивилизации и российской цивилизации. Но в любом случае все равно, а основа-то ее в Европе тихоте никак не просовывала. Эти 15% населения, считая свое мировоззрение главным и единственно верным, упорно Россию толкали. И не только толкали, но и вообще переделывали все их. И более того, поскольку у них были ресурсы, они все пытались сделать по-европейски. Само понятие успеха, это чисто европейское, ни на Востоке, ни тем более на Севере, понятия успеха нет как таковое. А что имеем, то имеем. Понимаете? И насчет тяготения в Европе, ну так вот, 15% тянутся. Дай Бог им здоровья, если они будут себя признавать одними из трех. Тогда это необходимая составляющая российского этноса. Без нее, как говорится, три единства не будет. Но пусть они будут одними из трех. Это именно потому, что русский народ, он всегда жил на земле. Он всегда жил землей. Он имел эту родовую землю. Человек, живущий, не оторванный от земли, нынешнее урбанизированное общество, в большей степени оторванное от земли, оно эти вещи понимает. Люди, трудящиеся на огороде, они видят, как зарождается жизнь, как она живет, как она дает плоды. Они любят эти растения, которые сами делают. Они в этот момент являются сотворцами. То есть они делают то же самое, что делал когда-то творец при творении мира. И они чувствуют это. И эта работа становится творчеством. А в творчестве человек наиболее реализует себя. Человек, в принципе, творец. И он не просто творец, он духотворец. Делая вручную какие-то, создавая результаты своего труда, он их одухотворяет. И они начинают жить и помогать ему выполнять какие-то задачи. Тот, кто кормит наш сегодняшней культурой, западной, он, в общем-то, достиг достаточно больших успехов. Но, наверное, окончательной победы не бывает, потому что еще жива русская культура, русский народ. И есть еще достаточно много людей, которые понимают свою судьбу, судьбе своего народа. На начало 20 века было нарушено на Земле 20% природных экосистем. А в конце 20 века процент нарушенных природных экосистем составил 63%. То есть за 100 лет 43% природных экосистем было нарушено. Представляете, за всю историю человечества 20% и за последние 100 лет 40%. Два раза больше, чем за всю историю человечества. На Земле, не разрушая своей родной Земли, живет полтора миллиарда человек. Где эти территории? Вы прекрасно все знаете. Это северные территории, коренные северные народы. Это реликтовые народы Африки, Южной Америки, в Австралии, там в Новой Зеландии остались. Но современная цивилизация их объявляет отсталыми, неразумными, ну в общем, никуда не годными, ни на что не годными. То есть проигравшими. И этот опыт, о котором Геннадий Семенович говорил, северные народы никак не используются. Вся культура, этническая культура народов, которые не разрушили свои земли, она очень глубоко вписана в природу. Природа там живое. Это матушка, родная Земля. То есть это мифологически, это родная действительно Земля. И на самом деле вот они, этот термин, ноосфера, они сегодня реализуют, они имеют на своей земле, вот своими кусками, они ее не разрушают и гармонично живут. Я бы хотела, чтобы мы с вами обменялись мнениями и подумали об архаимских чтениях третьих. Как они должны проходить? Должны ли они проходить? Что тут должно быть? Что понравилось, не понравилось? В общем, вот сейчас мы переходим к обмену книги. Я как естествоиспытатель, я как-то привык все это немножко более строго, так сказать, мыслить, свою науку строить. И вот какие-то вот эти эмоциональные всплески, они симпатичные, но они, с понятой точки зрения, неконструктивные. Может быть, вот в следующий раз, и я бы хотел, по крайней мере, в этом плане видеть, вот продолжить мысль древней цивилизации, вернее, древней технологии, то есть все равно же и технологично. И вот какие технологии нам действительно нужны, а может быть, не обязательно человеческие вертоприношения из древних степеней? Мы можем предположить, что это действительно так было. Они ведь между собой договорились. И, наверное, было очень трудно им договориться, но они смогли договориться. У них была какая-то технология общения. И вот если мы эту технологию общения возродим... Разве мы не говорили об этом? В социальной сети, по-моему, тема обсуждалась очень... Как разная тема. Так вот, в данном случае... Мы хотим обсуждать. Так вот, насчет социальных сетей, да, это один взгляд. У меня есть свой взгляд на социальные сети. В любом докладе я очень много что для себя узнаю, вижу, и это как четко нанизывается на все те же идеи, на все те же вопросы. Но у вас просто горизонт ожидания, да, горизонт ожидания... Мне кажется, ни в коем случае, не надо сужать те самые горизонты, которые заданы как раз широко. Мне думается, ни за что не надо. И оставить даже это начало и два ключевых понятия. Горизонт, потому что мы действительно очень много говорим и поднимаем очень важные проблемы, и мы внутри, как бы где-то на уровне планетарном понимаем, что вот надо вот это, вот это, вот это. Ну где найти эту точку отсчета? То есть с чего мы должны начать для того, чтобы начать решать наши проблемы? Мы можем издать огромное количество героических энциклопедий, мы можем создать множество экологических школьных отрядов, мы можем бороться за чистоту русского языка, мы можем делать очень много, но подвижек не происходит. Здесь много было и эмоций. Вот на таких конференциях, на таких конференциях, где обсуждаются проблемы, мне кажется, эмоции вполне допустимы. Вот пример Геннадия Семеновича. Понимаете, он так говорит, у него так блестели глаза, и вы знаете, я думаю, чужие это все не знают. Понимаете? А на самом-то деле у нас все написано. Я хочу специалистов-то по бронзе оправдать. Я все-таки хочу сказать, что у нас нет традиций популяризной литературы. Вот нам вот те знания, которые мы здесь, пусть противоречивые, пусть сложные, но вот эти эмоциональные всплески, они должны быть в литературе, нашим сухим научным языком. Это не доходит. Это не доходит до молодежи. Мы современным сознанием, нашим сознанием, мы постоянно человечество в такт и в ингляции. Мы это называем рацией, это мы называем наукой. Для того, чтобы... А вот это только так. Вот они там потравили, они там то-то сделали, они такие гады, и мы постоянно, вот сегодняшние наши цели, нашу сегодняшнюю боль, мы постоянно говорим о древних, что они точно такие же, и они еще хуже. А как это, Ванеда? Вы посмотрите, какие они гады, вот они жертвоприношения, там чего-то еще, а какой может быть вообще до Иисуса Христа никакой ценности, как заявляет нам церковь. Вот это прорывы к цивилизации. Вот что такое аркаим? Это очень короткий прорыв. А потом и гибель. И почему гибель, да? Наверное, тоже стадами затоптали, где-то изменили те первоначальные принципы, первоначальные. И вот эти потрясающие эпохи, возрождение, грибки, да? Сгусток идей, как на аркаиме, это действительно сгусток идей. Понимаете? Это звездные часы человечества. И вот этими звездными часами человечества живет цивилизация. А потом мы опять разрушаем, разрушаем, и потом мы все говорим, да никогда не было цивилизации человека, он был. Человек-человек. Это самый главный, почему мы все-таки люди, почему все-таки цивилизация, вот если бы не было этих звездных часов, даже человечества, наверное, и нас бы не было. Вот нам нужно выявить ценности. Почему, если говорить конкретно о нашей территории, почему на вот этом пространстве, евразийском пространстве, степном или степном пространстве, да, которое технологично участвует, прежде всего, в создании нашей общероссийской цивилизации, какие здесь были ценности, что мы тысячи лет живем на одной и той же территории. И у нас колоссальные прорывы. Возьмите нас, как ниже, шульгантаж, да. Это какой колоссальный прорыв? Это даже трудно представить. Кто-то бы осмысливал это. Это же не просто картинки, а это тысячи лет, колоссальный. Мы видим грустного мамонтенка, мы видим вот эти характеры, да, животного мира. Это колоссальный прорыв человеческого мышления. В конце концов, все это история человеческой мысли. Любить, где ты родился. Вот это самое главное. И ничего не надо.